Мои рассуждения о золотом стандарте приседаний и в частности приседаний штангиста. Так как я мастер спорта по тяжелой атлетике, 160 рывок, 197,5 толчок, 202 на грудь, я кое-что в этом вопросе знаю и хочу внести ясность, что такое приседания штангиста и вообще, что такое золотой стандарт в приседаниях и вообще, как правильно приседать. Так, чтобы было не травмоопасно. Итак, я только позавтракал штангу и вот вам покажу приседания. То есть я еще ни плечи не разминал, ни ничего не разминал. Вес у меня сейчас 107 килограмм, чувствуете машина. Итак, тоже плохо ложатся. И смотрите, вот если у меня штанга на груди, вот так, и я приседаю, то смотрите, что у меня происходит. Итак, сбоку, что у меня происходит сбоку. И если я вот так, она выпадет. О чем это говорит? У меня явно не хватает гибкости. Немножечко разомнусь. Разомну плечи. Разомну. Лучше запястные суставы. И что я сделаю? Из-за того, что не хватает гибкости в седе, я просто-напросто добавлю вот эту палочку. Она примерно сантиметра, наверное, 3 высоты. Вот эту палочку. Так. Вроде как размялся. Чуточек, чуточек. И еще разок. Опачки. Теперь я приседаю. Смотрите. Гораздо ниже. Прямое. Туловище. Сбоку. Насколько все это прямо. Фу. Оп. Прямо и ниже. Оп. Чуточки разницу. Разницу прочувствовали? Как спина стоит? Какая глубина седа? Где-то вы не можете сесть. Кстати, я колени еще не разминул. Надо бы колени размять. Сейчас еще немножечко. А сейчас я покажу, как приседать на груди, если у вас слишком большие руки. И они вам не дают подвернуться. То есть, вообще, надо тем делом поработать, но тем не менее. Итак. Штангу можно прямо брать со стоек. Что мы делаем? Мы поднимаем ее на грудь. Ложим. И смотрите как. Вот так вот. Вот так вот. Поняли? Она лежит. И приседаем. Раз. Встали. Даже вот так. Раз. Встали. Но обычно вот так держат. Раз. Встали. Так. Сбоку. Показываю. Как у меня лежат. Я встаю. И раз. Видите, как я уже встал. Встали. И еще раз. Раз. Встали. То есть, у меня здесь работают. Работают ноги, а не спина. То есть, у меня нету вот такого. Смотрите. Без этого я приседаю. То есть, я пошел. Гибкости не хватает. На полной ступне. И я вынужден вот так вот сесть. Во. И отсюда спиной. И ногами поднимать. Спиной и ногами. Нагружка на поясницу. И она у вас вылетает. С большими весами. Так. Это я вам показал на груди. А теперь то же самое я покажу. Приседания на плечах. Фу. Годы, конечно, берут свое. Берут свое. Атлет не молодой, а пожилой. Итак. Приседания на плечах. Так. Я сейчас демонстрирую вам сначала. Без палки. А потом с палкой, подложенной под. Под. Пяточки. Фу. Опачки. Опачки. То есть вот насколько я могу сесть. И пошел, пошел, пошел. Дальше я не иду. Раз. Опять. Опять. Ё-моё. Спина. Смотрите, как у меня спина расположена. Ну, как у Шведера расположена. Смотрите. Я пошел. Приседай, приседай. Вот такие вот приседания. То есть здесь тянет и спина, и ноги. Теперь я приседаю под пяточками брусочек. Всего-то и надо брусочек. И смотрите, что у меня получается. Опачки. Я присел глубже. Опачки. Я присел еще глубже. И еще разок. Сбоку. Сбоку приседаю. Смотрите, как это выглядит сбоку. В раз. Еще разок. Раз. И еще третий раз. Чувствуете разницу? Вот это будет и приседания штангиста. Это будут и золотые приседания Когда у вас из-за нехватки гибкости Надо подложить под пяточки брусок И будет все нормально Не знаете, не понимаете Есть старшие товарищи Которые поделятся своим опытом Используйте его Я лично был знаком с Алексеевым С Ригердем руку жал Выступал на помосте с Бессоновым И с рядом других чемпионов Так что я знаю, о чем говорю Вес 27,5 килограмм С таким весом я еще никогда не работал Но попробуем Отсветить на 5 Раз, это очень хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!